Всем доброго дня! Сегодня мы готовим солянку-сборную. Блюдо появилось в России примерно в 14-15 веке. Солянкой тогда назывался густой суп, который обычно варили на рыбном бульоне с острыми приправами. Позже появились и другие варианты мясного или грибного. Лишь одно оставалось неизменным – это наваристость бульона и острый солёный вкус, кисло-сладкий вкус с острыми приправами. Место происхождения солянки известно, Россия. А вот с названием всё не так просто. Википедия утверждает, что изначально суп назывался селянкой и был традиционным блюдом жителей сельской местности. Этот суп варили в складщину. То, что может, тот и принесёт. Рецептов приготовления очень много, но в состав неизменно входят кислые, солёные и острые продукты. Маринованные солёные огурцы, лимоны, каперсы, маслины, которые могут добавляться в суп как все сразу, так и в любых соотношениях. Именно солёно-острок, кислый вкус солянки придаёт ей уникальность и шарм. История создания супа довольно туманна. И окутана легендами. В любом случае, солянка была признана вкусным блюдом и быстро стала популярной в России и также среди иностранцев. Итак, приступим. Из продуктов нам понадобится картошка, лук, морковь очищенная. И я добавила на свой вкус патиссон. В этом году у меня очень много патиссонов. И я решила добавить патиссон. Вот я его очистила. Также порежу мелкими кубиками и обжарю его вместе с морковью и с луком. Это на усмотрение любой хозяйки. Вы можете добавлять, можете не добавлять. Это на ваше усмотрение. Также у меня помидоры разноцветные. Вот такие помидорки со своего огорода. Вот это вот чёрный принц. Это вот золотой гигант. Но он уже не гигант. И вот эти вот мелкие помидорки. Всё это будем обжаривать. Затем нужна томатная паста. Томатная паста. Солёные огурчики. Огурчики у меня тоже со своего огорода. Сама их мариновала. И вот этот рассол от огурцов я буду добавлять в суп. Рассол от огурцов придаёт солёно-кисло-сладкий вкус супу. Также у меня маслины. Лимон. И зелень. Зелени можно чем больше, тем лучше. Это петрушка и укроп. Октябрь месяц. А у меня ещё зелень есть в огороде. И колбаса варёная. Это рулет мясной, куриный. И ветчина. Я добавляю ещё для остроты перчик. Видите, вот такой острый перчик. Я его добавлю весь. Я люблю. Сейчас мы всё это приготовим. Порежем картошку, потрем морковь, лук, потрем ветчину, колбасу и начнём всё это обжаривать. И начнём всё это обжаривать, то есть соединять. У меня сегодня густой, концентрированный, куриный, домашний бульон из домашних куриц. Но я его немножко подразведу водой, потому что он очень сильно концентрированный. В бульон закладываем для начала картошку. И пусть она варится. Картошка порезана кубиками. Закладываем картофель. Всё. Пока картофель варится, мы продолжаем дальше. На сильном огне обжариваем лук с морковью. Ну, примерно не до золотистой корочки, но чтобы оно уже так поджарилось немножко, подтомилось, размягчилось. И чтобы в супе морковка дала свой цвет. морковка чуть-чуть притушилась. И сюда же я закладываю ветчину и колбасу, чтобы они обменялись вкусами. Картошка в бульоне закипела и немножко проварилась. Теперь мы добавляем обжаренный лук, морковь, колбасу и ветчину. Затем начинаем обжаривать помидоры. Помидоры немного протушились. Добавляем патиссон. Это на вкус любой хозяйки, каждой хозяйки. Можете добавлять патиссон, можете не добавлять. Я добавляю патиссон. Не нравится. И соленые огурцы, порезанные кубиком. Все это мы обжариваем. Смешиваем, обжариваем. Добавляем еще томатную пасту и кладем в бульон. Раньше солянку или селянку называли еще супом похмелка, потому что крестьяне обычно вот этот суп употребляли вместе с горячительными напитками, с водкой или с похмелья. Подавался этот суп на крутом мясном бульоне и человек вставал на ноги. Овощи потушились и добавляем томатную пасту. Примерно вот у меня две такие столовые ложки я взяла, чтобы все было покруче. Перемешиваем. все это дело перемешиваем и еще даем тушиться, чтобы все овощи и томатная паста соединились и немного прожарились, чтобы в супе потом цвет не терялся. Вот сюда в тушеные овощи я еще положу несколько листиков лаврового листа. Огурцы, патиссоны, помидоры потушились с томатной пастой и теперь я сейчас закладываю их в бульон. Сразу меняется цвет супа. сюда же в суп я отпускаю красный острый перец. Это будет сюрпризом. У меня остался рассол от огурцов. Я выливаю сюда. я добавляю еще вот этот вот рассол от маслин в суп. Он тоже придает шарм, вкус придает. Чтобы его просто не выбрасывать, не выливать, я выливаю в суп. суп готов. Добавляем маслины и добавляем лимон. Я очень много добавляю лимона, потому что мне нравится кисло-солено-сладкий вкус. Выключаем плиту, закрываем крышкой и даем настояться минут 10-15. Затем будем подавать тарелки с зеленью со сметанкой. Суп солянка или селянка готов. Зеленью со сметаной с лимоном с маслинами. Всем приятного аппетита! лимоно-сладкий